Послание апостола Павла к римлянам 1.16 Я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом Елену. Вот кто слушает проповеди, которые я говорю, внимательно слушает, они понимают, что проповеди очень и очень похожи одна на другую. Притом я по порядку иду, апостола Павла в послании, когда читает, не замечает этого, но когда я высвечиваю именно это место о благовестии, что нет проповеди сегодня, сразу за это хватаются. Да и как не схватить это? Самая настоящая беда, когда нет проповеди. Павел говорит, я не стыжусь, а сегодня такое положение, как будто проповеди люди стыдятся. Ее нет просто. Вот у нас вышел трехтомник толкования по блаженному папилакту. Кажется, все понятно. Стоят книги, продаются. Разговаривая о проповеди, ни один не ответил, что блаженный папилакт побуждает проповеди. Ни один. Я сделал комментарии. Решился переиздать в частном порядке. До этого никто за 2000 лет не делал. И 297 комментариев написал. Вот теперь пробудились. Как поднялись попы, архиереи. Я думаю, впереди еще меня ждет целая Голгофа здесь. А ничего не сделал, только высветил места, которые говорит блаженный папилакт архиепископ Болгарский. А это толкование, оно у старообрядцев, у новообрядцев, у католиков, может быть, у кого у многих дождь. Потому что это все было не где-то за углом. Сказано было на весь мир. И сказано, и книжка стоит, и ничего нет. Я вам говорил, что мне нужна особая поддержка. На меня нападение со всех сторон. Готовился к выходу 18-й том о мусульманах. Это понятно, с кем связываться. Одно слово сказал не так папа римский, и сразу же убить. Несмотря на то, что папа сказал. И он ничего не сказал, а только привел выражение одного императора Абамуила, второго палеолога. А я целую книгу написал. Это более трехсот раз я только поминаю слово Коран, разбираю его. Бог миловал, два года стоит, и ничего нет. Теперь взялся за иудеев. А евреев вообще трогать нельзя. Смерть. Слово Талмуд у меня встречается. В двадцати четырех книгах открытым оком. Более семьсот раз. Ну, понимаете, что это? Сколько стрел будет направлено? Сейчас разбирается старообрядство, мне понравилось одно слово. Я сказал старообрядчество, и даже не сказал, кто это. Потому что у нас беспопорство в стране 48 наименований. Поморство, чесловенное, каких только нет названий. А у меня в двадцати четырех томах слово старообрядчество встречается тысячу, тридцать, тринадцать раз. Это столько раз они имеют возможности ткнуть меня и стукнуть по затылку и сверху. Так понятно, что я один как буду здесь держать оборону. И каждый раз я говорю, любите слово Божие, не стыдитесь проповедовать, благовествовать. Да и в Библии-то она об одном и том же. Возьмите, эти книжные Моисея, не считая книги и левит, они как одна книга, похожи друг на другу. Творение, а дальше начинаются войны, и все. Четыре книги, царь, две паролепоменон, три маковейских. А что, мы о войнах? Это ладно, без имени царя, не скажешь, из какой книги взято. Книга Иова, Псалтырь, Исфирь, Тавис и Унипоти выделяются, потому что они односюжетные. А остальное это, пророков всех до одного больших малых бери, и они все говорят об одном. Живут не так, заповедь Божия нарушают, Бога и Иегову забыли, Бог говорит, накажу. Возьми Исаия, Иеремия, Иезекииль, все до одного говорят об одном. Страшные угрозы идут и идут. Из поколения в поколение рождаются новые пророки. А апостол говорит, я не стыжусь благовествовать. Благовествие было самым позорным в то время. Говорить просто о Боге еще дозволялось, но говорить о Боге в образе человеческом, который за себя не постоял, был распят, древнеев соблазок. Для елинов, которые увлекались своими божествами и мифологией, это было безумие полное. И на допросах, когда считают в житиях святых, они на первое место сказали, кому вы верите? Кого за нарушение государственного закона наказала римская власть, приговорила к высшей мере наказание, его повесили, позорная смерть. Он проклятый, и вы ему молитесь. Смысл-то в чем заключался? В том, что Сын Божий сошел с неба и умер за грехи людей, о чем пророки говорили. Люди грешные, спасение во Христе. Изычники не знают Бога, истинный Бог сошел. Все вернулось к благовестию. О чем только намеки, как бы заря восходящая, она взошла в солнце в Иисусе Христе. И Павел говорит, я не стыжусь благовествования о Христе проповедовать, потому что это есть сила Божия, как спасение всякому верующему. Если нет благовестия отсюда, нет силы Божией, а то значит сектанты будут одолевать. Это означает, никакой веры и нет, а ты говоришь, всякому верующему. Всякому, то есть и ты сюда входи. Без благовестия ничего нет. Благовестие это семя. Приготовление к весне уже начинает? Уже ищут, где прошлогодние компосты какие, где посадить, сколько чего, а о слове-то Божьем, где забота? Перед тем, как послать сюда своих проповедников, Господь подготавливает почву. Заранее уже прошла здесь Ольга. А теперь внук ее Владимир. Видите, как постепенно Бог приготовляет. Чтобы люди восприняли Христа и его жертву, поверили, что без этого спасения нигде нет. Ясное дело, если я говорю по порядку местописания, разъясняю, что надо веровать в благовестность, каждая проповедь, она чем-то похожа на предыдущую. Но они все разные. Потому что каждый стих Священного Писания затрагивает определенных людей. И у каждого определенную сторону мышления. Мы даже это не понимаем. Почему вчерашняя проповедь не коснулась, а сегодняшняя коснулась? А там одно слово есть, ключик к твоим мозгам, к твоему сердцу. И у Духа Святого все это вымерено. Не стыдись. Пророк Исаия, 40 глава 9 сии говорит так. «Взойди на высокую гору, благовествующий Сион, возвысь сильным голосом твоим, благовествующий Иерусалим, скажи, вот Бог ваш». О чем говорить? Вот Бог ваш. Христос пришел на землю. Он не просто Сын Божий, посланник Мессии, но Он Бог истинный. Всюду и везде говорит, пришел Бог на землю. Господь мой и Бог мой. Люди говорят, Фома неверующая. Да Фома самый верующий. Кто сказал так прямо, что ты Бог? Какой апостол? Вот начинаются выводы какие-то, потом Павел послание. Это прямо сказал при жизни, при воскресении Христа уже Господь мой и Бог мой. А Господь означает и иголу он прозвучал. И иголу мой, и Бог мой. Это все во Христе. Вот тебе Фома неверующий. Да Фома самый верующий. И так людям говорите по этой фразе. А не потому, что он сказал, если не увижу, не поверю. Евангелист Лукаш 16, глава 16 стих говорит так. Всего дня царствие Божие благовествуется и всякий усилием входит в него. Значит оно все-таки благовествуется. А после как услышал, надо приложить усилия. Усилия во всем. Меняется внешний облик человека, быт, повседневный, жизнь. У тебя особое отношение к тому, что ты зарабатываешь. Ты знаешь, что нужно отделить десятину. А как же? А фарисей говорил о десятине. Вы на фарисея не смотрите с пренебрежением. Фарисей осужден не за то, что он десятину платил. И не за то, что он два раза постился. А за то, что судил того, который кается. И дальше-то притча заканчивается, что сей пошел более оправданным. Более. Но не говорится, что фарисей ничего не получил. Он многое потерял из-за того, что он судил вчерашнего. А не видел сегодняшнего, злотолуц говорит. Не за то, что он сказал, я не такой, как те блудники. Я могу сказать, я не такой, как олигарх. Я не такой, как депутаты, которые на каждом шагу обманывают своих избирателей. За это он не судился. И когда заканчивается рассказ про него, те вообще не упоминаются его слова, а только одно. Вот его подкусил этот мытарь. Он видел, что человек всеми презираемый. И вдруг стоит в храме. Он слов его не слышал, но ничего этого не знал. Он не видел, что здесь стоит преображенный человек. Вы никогда не судите человека, который уже молится. Который уже пришел к Богу. Вот о чем речь. А так мы можем обо всем судить. А иначе зачем бы говорил Иоанн Богослов, возлюбленный ученик Иисуса Христа на Диатрепе. Я приду, я напомню. Апостол Павел говорит о каком-то Александре, о Димитрии, которые много сделали мне зла. Он громил их. И все священное писание прямо называет по именам отступников. Так всегда было. Но когда человек уже склонился, просит прощения, он уже вышел из поля зрения нашего. Он стоит перед Богом. Вот здесь мы можем очень сильно ошибиться. Человек молится. Так он не у нашей церкви, не важно где. Он перед Богом. Не важно, что мусульманин, буддист или кто-то склонился перед Богом. Теперь можешь только помочь ему, Господи. Дай ему понять на молитве, что ты спаситель мира. Коснись его сердце. Ты можешь теперь только молиться. Мы видим согрешающего, но не видим кающегося. Есть такое изречение. Это действительно так. Согрешает человек перед всеми, а кается в душе наедине перед Богом. И насколько искренне его слова, это знает только он и Бог. Послание к Римлянам, 15 глава, 19 стих. Силой Духа Божия проповедует. Так что благовествование Христово распространено мною от Иллирика и Иерусалима и окрестностей до Иллирика. Апостол Павел все-таки имел у себя дневник. У него была карта путешествий. И когда он стал говорить о своей жизни, подводя итог, он говорит, что мною распространено благовествование Христова. У нас у всех впереди еще будет страшный час смерти. И будут быть, может, мучения. Кто-то попадет под машину, утонет, сгорит. Но кто-то будет лежать гнить на постели от неизвечимой болезни, рак. Болезней очень много. Сможем ли мы сказать мною благовествование? И замолкнешь, до порога не распространено, дети не услышали, соседи ничего не знают. Да и Иллирика. А до Иллирика, это до Испании. А учитывая те способы передвижения тогда, нужно сказать, что большую часть Павел проходил пешком или нас или проезжал. Это только мы знаем путешествия на корабле и то, с какими трудностями он добирался, будучи узником. Что мы скажем мною распространено благовествование? Это надо делать уже сегодня. Подбить итог. За неделю где оно распространено? А за месяц? А за прошедший год? Кто услышал? Тем более у нас очень легко. Принявший пророка во имя пророка, получит награду пророка. Принявший праведника во имя праведника, стакан воды холодной чашу подаст, получит награду праведника. Участвуйте, готовые материалы. У нас материалы только распространяй, больше ничего не надо. Один-два вопроса ответил, остальные там найдешь. Считай, смотри. И для мусульман там есть, и для буддистов, для сектантов, только знайте где. А у нас так, кто-то что-то сказал, все остановился, ничего у тебя и не будет. Мы распространяем готовое. Писание написано другими, переведено другими, не нами. Напечатано Библией другими. Но мы входим в их труд, и Господь сказал апостолу, мы вошли в чужой труд. Сей один поливал, а вы пришли уже к самой жатве. Первое послание Фессалоникийцам 1.5. Наше благовествование у вас было не в слове только, но в силе и во Святом Духе. Можно проповедовать и не соответствовать тому, что говоришь. И проповедь теряет всякую силу. Мы должны жить соответственно тому, что говорим. В силе и в Духе. Вот приезжает куда-то епископ. Я не знаю, долго ли они там живут. Как правило, он приехал в службу, справил, деньги забрал, сколько надо, накормили, расходы списали, все, поехал. А ведь Павел не так. Он приезжал и жил в одном месте два с половиной года. Люди расходятся, он опять за свою иглу и начинает, и говорит, что изготовление палаток. Другой сапожник. Они работали. И Павел знал, что у него достаток будет. Я думаю, он неплохого качества выпускал палатки. Потому что руки мои все послужили мне и бывшим со мною. То есть они имели сбыт. Он продавал их. И люди получали удовольствие, имея эти палатки. Сегодня, конечно, они бы на сувениры разодрали эти палатки. И ой, иглу, и башмаки бы замераточили. А тогда заботились об одном только послушать Слово Божие. Это сегодня в возвращенном виде христианства нам кажется настоящим. Настоящее христианство – это Христос. Самая ценность. Это слова о Христе. Это благовестие о Христе. Это спасение во Христе. Я в одном послании к Колоссянам и апостолу Павлу, в одно предложение, он арсенул на несколько, посчитал, 11 раз упоминает Слово Бога Христос в одном предложении. Он фанатик был. Притом фанатик самой последней степени. Он говорит, для меня жизнь, Христос, все закончилось. А смерть, а смерть приобретение я у Христа получил, что заработал. Все кончилось. Смысл жизни люди толкуют, философы рассуждают, пишут книги. Христос, и от Христа получил. Все кончилось. А вот в этом все и заключается. Христос куда послал людей? Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Если нет проповеди, ты не на месте. Бог тебя не будет искать где-то, а там, где поставил. Он дал виноградник, и за виноградными плодами пошлет работников. И в конце концов сына посылает. А работники чем занялись? Как присвоить? Они думают, что это им церковь принадлежит. Они над народом царствуют. Это состояние сегодняшнее такое же. Они так же бьют по голове, разбивают тебе все, что есть. Надо об этом молиться, чтобы нам в число этих отверженных не попасть. А что Господь покарает, отдаст виноградник другим? Кому другим, которые последуют за ними? Господи, то есть будут жить после них. Быть может, это нам? Мы не скажем, что мы лучше других или выше, но одно можем сказать, что Бог нас любит. Сын Божий нам Духом Святым открыл, что Библия – это Слово Божие, что вне церкви нет спасения. Смотрите, как много в этих словах заключается, что святые отцы потрудились, нам раскрыли, сняли покров со священного Писания. Потому что о Библиях написано, они читают, и на глазах у них на лице покрывало. Они не видят. Но оно снимается сегодня Духом Святым, Христом. Понимать надо, о чем говорится. В 2-м послании Тимофея 1.8 Павел пишет. «Не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, страдай с благовествованием Христовым силой Бога». Призывает не на компромисс идти с властями, но с благовествованием готовиться страдать. И Тимофей закончит мужчинически, как и его учитель Павел. Сегодня так наставляют пастыри или нет свою пасту? Готовьтесь. Быть может, это последние выборы. И дальше выбирать никто не будет. На шею сядет Антихрист и погонит, куда ему надо. А именно ничего не значит. Все здесь еще. Воскресенье работает, ничего не значит. И печать примешь, ничего не значит. А это все ступень и этапы, на которые Бог нас испытывает. Выстоим мы или нет? Ну, я когда выйду на фронт, тогда покажу, так не получится. На фронт идут подготовленные. Специальные учебные комбинаты, учебные роты, где их учат, стреляют, падают, ползают. И те, которые готовятся на большие подвиги или куда-то в другие страны, их день и ночь гоняют. Они с таким трудом приобретают эту специальность. Спасатели, особенно на море. Я посмотрел недавно фильм, показали, как их готовят. Это страшно. Это невероятно. Некоторых отчисляют с первых же дней, других в самом конце. А разрешается поступить только через какое-то определенное время. И один три раза поступал, а наконец поступил. Их испытывают, выбрасывают в море и все. Кто доплывет до берега, тот спасет. А не доплыл ты и не нужен никому. С какой скоростью сумеешь? Где тонут тонущие корабли? Как спасать? Я посмотрел это все к нам, христианам. Как ты можешь помочь, если ты себе не можешь помочь? Ты каждому должен знать, какое местописание, как бросить спасательный круг. Ты должен услышать сигнал «Сос когда?» Он тебя даже поносит, священник, а ты видишь, он тонет. Ты должен видеть другим зрением. А не то, что он сказал, что ты не прав, и все. Переходи к нам, а ты и рейти. Опустил руки, пошел. Куда пошел человек, сам не знает. Имея Христа, ты имеешь все. Потеряв Слово Божие, Библию, ты потерял жизнь свою. В первом послании Петр, апостол, и говорит так. Силою Божию, через веру, соблюдаемых ко спасению. Я говорю о спасении, потому что благовествование является ко спасению всякому верующему. Как оно добывается? И Петр говорит, через веру он соблюдает нас ко спасению. А вере надо каждый день молиться. Вера это дар, это не привычка. Бабушка меня водила, я в храм ходил. Это еще не вера. Бывает ребенок послушный, кровький, он все ходит. И потом вырастет, и такая же у него семья квелая, болотная, в рязке заросшая. Там ничего не растет. Там тлен и смрад. Он не знает Христа. А бывает человек, он все вперед идет, вопросы задает, он неудобный в общении, как будто, но смотришь, у него духовный рост. Как Иоанн Златоуст говорит, если земля ничего не приносила, не будучи спаханная, то ее спаши, ничего там не будет. Но если там бурно крапива растет, другой сорняк, обработай ее, там будут расти и добрые злаки. Так что к детям присматривайте, если нет активности, развивайте в них. А не то, что сиди спокойно, не дергайся. Вот все, все обучение ему, лишь бы он к нам не лез и не мешал. А другой ребенок любопытничает. У меня в лагере дети разные бывают. Нам надо работать, и гляжу, ребенка послал зачем-то, его нет. Где он? А он там что-то сидит, пошел потихоньку, подкрался сзади, что? А он букашку увидел, рассматривает, я отошел, не трожьте его. В этом ребенке что-то есть. Сколько вас бегало здесь? И вы видели, вы ногой топнули на букашку, а он ее рассматривает. Он начинает рассуждать о Боге, кто сотворил, почему так. Это надо развить в ребенке. Это великий нужно иметь страх, чтобы не затоптать в самом зачале росток этот. Силою Божией через благовесть. А ты это поверни, это все Бог сделал. Она маленькая букашка, видишь, она как будто страшная, она не виновата, ее Бог такой сотворил. И она вообще о Божии прекрасна. Развея в нем чувство красоты через рассматривание творений, чтобы познал человек-творца. Послание Иуды, первая глава, третий стих. Он спасает подвязающихся за веру, однажды преданную святым. Вот так сходу прочитал, и ничего как будто здесь тайного нет. Однажды веру предал Господь, не новую сектантскую, не обрядность предал, но веру. Он однажды ее предал, передал Христос. Когда передал? Вопрос-то поставь. Спустя 15 столетий? Или тысячу лет спустя? Нет, однажды. И вот к этой однажды, единственной раз переданной вере, и надо обращать взор и искать. И вот этого не надо стыдиться. А всего остального ты можешь стыдиться. Это все на нас мое. Одно предложение, а сколько в нем? Оно нас берет, разворачивает и к первому веку. Смотри, вера, а эта вера только в Библии, только в Новом Завете. Ты про нее правильно нигде не узнаешь. Какой бы ни был великий святой, он может свое привносить туда. Если не опирается на Священном Писании. Итак, апостол Павел Кримлен, 10 глава, 10 стих говорит. Сердцем верует к праведности, а устами исповедует ко спасению. Где спасение? Если будешь сидеть молчать, никому не будешь говорить, под разными причинами. Стыдишься ли, не засмеялись, не посчитали тебя неразвитым. Но это сегодня еще можно говорить, не засмеются. А что было раньше? Ребенок оплеванный приходит из школы. У родителей отбирают детей. Это все было в истории мира. И нужно там идти свидетельствовать. Что бы ни было, ты обязательно подумай. А вот через этот случай Господь меня к благовестию вызывает. С какой стороны? Я вам говорил всегда, вы учитесь молиться. Не просто заученные молитвы повторять. А о чем я сказал? И ты проси, Господи, умножь во мне веру. Вера это дар Божий. Вера это подарок неба. Ее нет веры. Человек молится и нет. Ты сегодня пришел в храм. Святой Нифонт. Проснулся. Веры нет. Бог отнял веру. Ну и все, ушел бы в мир, пошел загулял. Он стал молиться и плакать. Проходит год, ходит в храм, поет, молится, плачет, а веры никакой нет. А почему ты ходишь, если ты не веришь? Он не скрывает этого, что я потерял веру. А ведь некоторые ходят всю жизнь и не знают даже, что у него веры нет. Вера должна проявиться в делах. И, наконец, утром встает однажды, всему верит. Бог показал пример. Поэтому святой Нифонт, моли Бога о нас. И ему Бог открывал тайны, которые никто не видел. Обыкновенное дело сидим за столом. А чего верит? Ты бери ложку, да хлебай. А он видит, стоят светлые юноши, за столом сидят нищие, а светлые, богато украшенные юноши им прислуживают. Никто этого не видит. А ему Бог дал дар за то, что он веру не потерял. А он говорит, господи, а что это? Он говорит, когда едят благоговением, без кощувств и смеха, ангелы прислуживают за столом. Вот почему говорят, ангелы за трапезой. Видите, откуда идет это? А люди многие не знают, что этот святой Нифонт из его жития взяли, ангелы за трапезой. А ты ответишь, невидимо да предстоят, чтобы никаких пустых разговоров не было. Ты сколько можешь научиться за столом? Моисей говорит, и сидя за столом, учи детей твоих, и за столом учи. Читай. 1 Коринфянам 1.21 Богу угодно юродством проповеди, спасти верующих. Юродством, то, что кажется людям глупостью. Вы что-то новое знаете? Самая новость. Спрашивайте, какие новости? Самая большая новость, что Христос не отнял своей любви. Самая большая новость, что гнев Божий не разразился над нашими головами. Аллилуйя. Научитесь видеть новость. И при том, это ежедневная новость, радостная. Я не потерял благоволение Христово. Он меня ценит, не убил меня, ждет от меня добрых плодов. Светится на работе. Припомни все, где ты был сегодня. Я благодарю Бога. Бог снова позволил мне сказать о Его святом имени. Вы научитесь свою жизнь рассматривать и молиться с благодарением, составляя свою молитву. Не просто где-то записанное на бумаге у тебя молитвословие было. Но и свою добавь. Господи. А вот как мне это свидетельство на суде Божьем будет? Я не говорил. Павел говорит, я не стыжусь. А Христос говорит, кто постыдится, того Сын человеческий постыдится. По каким причинам ты другим не говоришь о Христе? Бывает совершенно случайная остановка. Трамваи, в поезде едешь. В автобус зашел, перекрестился. Я еще раз прошу вас. Вы не переодевайтесь. Не занимайтесь мимикрией. В таком виде идите домой. Обязательно кто-то подойдет и спросит. Потом люди в окна смотрят и говорят. Люди необычно одетые. Видите, приехал директор библейского общества. Ну какие вы моршины. Красавицы что ли. А он сразу же сказал. Мы сейчас слушаем. Он говорит. Ох, какие у вас женщины все красивые. Видите, какое обрамление мы получили, когда по форме одеты. А этот человек знает очень много. Общается с зарубежными, с преподавателями. Во всемирной организации по изданию переводу Библии. Я вас обязательно расскажу. Мы сейчас слушаем, какая у нас была запись. Он увидел. Так он увидел еще не всю общину, а только те, которые остались. А которые не любят оставаться, вы потеряли это. Теперь молите, чтобы еще случилась у нас эта встреча. Я вчера говорил, что сегодня давайте отсудим и образуем фонд, чтобы помаленьку в него откладывать. Это проверенное дело. И выше его вообще на земле нету. Ничего. Кому бы мы не помогали, помогаем одному-двух. А участвуя в новом периоде Библии, мы сразу миллионам людей можем помочь. Притом точно ко спасению. Эфессианам 2.8. Вы спасены через веру. За веру надо благодарить. Стал у меня вера. Господи, благодарю, что разум мой сохранил и веру не отнял. Как многие люди не имеют веры. Они такие скучные. Они подстарок никому не нужны. А тебя освящает вера. И вера эта святая, чистая, православная. Мы благодарю тебя, Господи. Заодно то, что есть вера. Независимо от того, какое здоровье. Не мерите вы давления. Сколько раз говорю. У меня давление. Что за такое? У нас в деревне никто не знал ни одного давления. А у меня горе. Горе одно Христа не знает. Давление только одно, что дьявол тебя задушил. Спишь долго. Давление в глазах, в мозгах, везде. А ты все это можешь в рассвет Христов впустить. Господи, это как раз. Это самое лучшее. Я благодарю тебя. Забудьте про болячки. Святые отцы не советуют жаловаться. Если это переносимо, вообще даже не стани. И виду не покажи. Второе Христовное Киевство 2.13. Через освящение Духа Божия избрал нас ко спасению. Значит, через что? Через освящение. И нужно научиться благодарить за Дух Святой. Что за такой благодарность? Знаем. Дух Святой приди, селись, нас и селись. Этого научились. А где благодарность? Ты припомни, сколько раз Божья Матя тебя спасала от позора, поношения, посрамления. Мы же молимся ей. И стань и поблагодари. Благодарность – это всего лишь только вторая ступенька молитвы. Первая – дай. Напоминаю вам. На этой ступеньке стоят буддисты, сектанцы, мусульмане. Все на этой ступеньке. Коммунисты стоят. Когда трудно было, они тоже кричали «Господи, помоги». А вот вторая ступень – уже сложнее благодарить за хорошее и за плохое. За все злое, кажется. Благодари. Мы пришли сюда, чтобы соединиться в молитве с ангелами Божиими. С возрастами священника в алтаре. И третья, высшая ступень, доступная на земле – это словословие. Аллилуйя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. За все. Я не знаю, Господи, за что благодарить. В чем я нуждаюсь, я одно знаю. Ты благо, ты превыше всего. И я рад, что ты избрал меня. Аллилуйя. Аллилуйя. Аминь. Аминь. Аминь.